Настанет час ужасной брани, не только между поклонниками обеих вселенных в комментариях, но и вот-вот уже с минуты на минуту на поле сражения. Вот и на связи, друзья, сегодня элита Вархаммер 40 тысяч, космодесантники, встретятся с элитой из вселенной Звездных войн, 501-м Легионом. Обязательно поддержите данный видеоролик лайком и канал подпиской. Желаю вам приятного просмотра. Вы знаете, дорогие зрители и гости канала, я вообще-то всегда был огромным любителем на подобные схватки не потому, что они даже по красоте своей настолько завлекательны, что невозможно оторваться, но и потому, что невозможно оторваться вот еще от чего. От ваших, знаете, чудесных, интереснейших споров, когда вы очень подробно, некоторые даже чуть ли пишут не диссертации, почему космодесантники в тысячу раз, или в 40, лучше сказать, тысячу раз, тысячу раз лучше, нежели клоны из 501-го Легиона, еще каких-то Легионов, или вообще почему вселенная молота войны лучше, чем вселенная войны звезд, там звезды, да, дословно перевод. И скажу откровенно, я надеюсь, что и под этим видео будет огромное количество интереснейших ваших замечательных комментариев. Я думаю, будет интересно еще и устроить такой идеологический спор в рамках вселенных этих двух, между фанатами, в общем, жду ваших комментариев, ну и давайте небольшую предысторию вам поведаю, чтобы вообще было вам ясно, кто против кого сражается конкретно, что случилось и так далее и тому подобное. Однажды мне в комментариях написали, что целые планеты, да, вы не ослышались, планеты, не города, даже не государства, вот целые огромные планеты захватывали одни лишь космодесантники, то есть такими относительно, ну, что значит, небольшими, небольшими по сравнению с чем, например, по сравнению с армией клонов, да, там десятки тысяч солдат, отделений, рот, батальонов и так далее и подобное. Здесь же мы сами видим, что буквально несколько транспортов, парочку легких танчиков и несколько, если я не ошибаюсь, называется киборги, имеют цель захватить целую планету. И вот сейчас вы видите на своих экранах остатки того, что имели космодесантники, я вам скажу честно, были там силы не намного больше, то есть космодесант почти не имел потери, вот вышел на главные силы Великой Армии Республики на этой планете, 501-й Легион. Здесь нет капитана Рекса, поклонники 501-й Легиона, можете не искать его, сразу говорю. А если я не ошибаюсь, мельком посмотрел из-за уважения к фанатам вселенной Вархаммер, что это вообще за подразделение такое, ну, естественно, я оставил не бездумно, я понимал, кого я оставил, это ультрамарины, лучшие из Астартес, я даже хочу вам процитировать отрывок из книги, потому что фанаты Звездных Войн, если вы не знаете, что это вообще за такие вот отделения, я сейчас вам зачитаю, и вы будете иметь хотя бы какое-то понятие. Цитирую. Ультрамарины стали известны как образец того, что действительно означает Астартес. Они сокрушали врагов человечества, сражаясь как замысловатая и идеально настроенная боевая машина, способная быстро и решительно победить любого врага. Чтобы вы понимали, Астартес, я так подозреваю, что это такая огромная армия космодесантников, пишут здесь в Википедии, что это был 13 легион с первых 20, и вот теперь он называется ультрамариной. Что самое интересное, почему я поставил ультрамаринов в противовес 501 легион, у них, у обеих этих единиц, главный, основной цвет, такой, да, знаковый, символичный, это синий. Я думаю, будет так вот интересно. Ну, а что из себя представляет 501 легион, если очень говорить лаконично, объясняя фанатам Вархаммер, это то же самое, что у вас ультрамарины. Это 501 легион, один из элитнейших, один из наиболее боеэффективных и так далее, и тому подобное. В общем, свои ставки вы можете делать в комментариях, постарался я сделать это сражение более-менее, насколько позволяет модификация с балансированным, думаю, будет интересно. Желаю вам еще раз неприятнейшего просмотра. Думаю, наиболее интересно будет смотреть на это сражение от лица наступающих, потому что всегда наступление выглядит куда интереснее, извиняюсь за полинфразию, да и вообще эффектнее. Итак, стреляет у нас этот танчик, к сожалению, нет, смотрите, попадает ударной волной, убивает огромное количество клонов, но они встают, занимают свои оборонительные позиции, взрывается первый танк, а стартас продолжает свое наступление. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько же тут мяса! Надеюсь, никто не проголодается из хищников, потому что я думаю, этот ролик смотрят одни такие, знаете ли, изощренные ребята-хищники. Ой, сколько крови-то, а! Ну, давайте посмотрим, как это выглядит все со стороны ультрамаринов. Все-таки на них лечит шквал лазера. Тем не менее, боевой дух космодесантников невероятно высок Они продолжают наступление, несмотря на то, что погиб даже их командующий Если я сейчас ошибусь, скажу комиссар, не так поправьте Здесь вот сгоревший непонятно, то ли бронетранспортер, то ли танк А танк республики ТХ-130Т продолжает отстреливаться Ракета пролетела, заметьте, очень близко и снова рядом с космодесантником Ну и безусловно, если бы она попала в него, то, конечно, я не думаю, что там осталось бы хотя бы что-то На первой линии основной обороны еще остались бойцы Но очень близко подходит космодесант Давайте посмотрим, что происходит на левом фланге А здесь отстреливаются Кстати, у клонов имеются также минометы Вот, собственно, и они Вот так и проходит здесь огонь Выбрали они довольно-таки неплохую позицию Здесь видно противника И можно отслеживать, насколько точно стреляет Расчет Ну вот эти, конечно, отлетающие головы от тел Они, ну вы знаете, такие вот эмоции, да, согласитесь Зарождают Я представляю Я представляю Как сейчас Слизаться Становятся мокрыми глазки Любителей 501-го легиона Я вас понимаю Но космодесант, тем не менее, продолжает свое наступление Вот один из их терминаторов Или киборгов Если я не прав Обязательно Подредактируйте меня в комментариях Ух ты, сколько шон взрывов Удерживает Слушайте, по нему Ой-ой-ой Пролетело еще из гранатомета Ну, это, конечно, невероятная броня Инженерный гений Империума стоит признать на высоке И только сейчас я Я сейчас замолчал Совсем не зря Потому что вы, дорогие зрители Сейчас наблюдали на своих экранах Два громаднейших падения Скажу вам честно Я такого не видел, ну, очень давно Повсюду куски мяса Трупы Осколки Это что-то Невероятное Но У космодесанта осталось еще Две вот таких единицы Не знаю, насколько профессионально Они ими будут Пользоваться Все зависит от их Уже боевого искусства Здесь много погибших И космодесанта И космодесантники Слушайте, космодесантники Ну, не позорьтесь Давайте вперед В бой Если не ошибаюсь У них же есть Какие-то виброклинки Но пока что Они стоят до сих пор На месте Некоторые остались Даже позади Например, вот эти вот Роботы Но если я не прав Опять-таки Поправьте Будет интересно Прочесть Но выглядят они Действительно устрашающе А этот бронетранспортер Я бы не сказал Что Уничтожен Скорее всего Была повреждена Система Или Был ликвидирован водитель Я так подозреваю Потому что выстрел Видите сами На место водителя Ладно Давайте наблюдать За схваткой дальше Потому что Космодесант По всей видимости Идет на штурм Я не перестаю Удивляться Все-таки Насколько Прочна Броня У Этих Я не знаю Как это правильно сказать Роботов Ну как-то наивно Будет звучать Киборгов Я могу ошибаться Но Факт того Что у этих машин Броня просто Невероятная Остается Неопровержимым Неопровергаемым Согласитесь Как это Черт У Ну Я думаю Никто не будет Спорить Что Красота Этого Видео Неописуемая Мы уже С вами Столько Кадров Видели Что я думаю Его можно поддержать Лайком Кстати Замечает Да Замечает Что А вот здесь Находятся Минометчики Открывает Огонь И Один расчет Как минимум Был уничтожен Один из них Серьезно Поврежден Бойца Помощник Ликвидировали Интересно А что Нет Дети Минометчики Все Кстати Вживы В целости Сохранности А снайпера Даже В некоторых местах Подложают Отстреливаться Но Слушайте Я не хочу Конечно Огорчать Фанатов Вселенной 40 тысяч Непонятно Уничтожен Или Перегрелся Ну давайте Пока посмотрим На остальное Поле Брани Скорее всего Он перегрелся Сейчас Встанет И пойдет Снова В бой Ну да Здесь Работают Минометчики И я Заметил Что Да Они Их не уничтожают А более Даже оглушают Вы сами видели Бойцы здесь Бойцов Откинуло Ударной Волной Они вновь Встали И пошли Сражаться Но Пока что Сделать Какой-то Точно Нельзя Но По численности И Выгодности Позиции Безусловно Клоны Бойцы 501 Легиона Превосходят Своего Противника Ну точно Не на йоту Подвигается Здесь Вот этот Устрашающий Ужасный Парень Интересно Что он Предпримет Серьезно И это Все Нет Я рассчитывал На что-то Больше Потому что По рассказам Там должно быть Прям Что-то Серьезное Аха Вот он Вот он Наконец-то Снова Вошел В бой Скорее всего Действительно Перегорелся Просто Надо было Остыть Ему И снова Сейчас Раздает Он своим Оппонентам Интересно Кто все-таки Выйдет Победителем Танк Т Их 130 Т Или же Вот этот Парнишка Но Безусловно Его окружили С некоторых Сторон Стреляет Он довольно Неплохо Сразу По нескольким Противникам И сзади И спереди И по Флангам Но мне Правда Очень интересно Что случится Какова Будет Его Судьба Если Конечно Его Сейчас Ликвидируют То Я буду Вынужден Констатировать Что Вселенная Вархаммер В этот раз Проиграла А воины Клоны Одержали Победу Так Стоп Неужели Этот танк До сих пор Функционирует Да Смотрите Вполне Себе Неплохо Отстреливается На удивление Но все Таки Да Он Вынужден Видите Крутиться Туда Сюда И не Может Сконцентрироваться На чем То Одном На Какой То Одной Цели Это Тоже Естественно Не Выгодно Тут Еще Клон Подстреливает Из Винтовки Да Знаете Мне Мне Даже Его Как Стало Жаль Один Против Всех Это Всегда Заслуживает Уважения Так Еще Он И не Сдается Молодец Конечно Молодец Но Я Не думаю Что Это Особо Имеет Какой Хотя Нет Смотрите Шагоход Был Уничтожен К сожалению Не сработала Анимация Но Шагоход Можете Сами Увидеть По Возгоранию Был Уничтожен Неужели Этот Парень Может Что Действительно Сделать И Ход Сражения Повернется В пользу Вселенной Вархаммер Я буду Скажу Честно Поражен Этому И Он Ликвидировал ТХ 130Т Тоже Загорелся Был Ликвидирован Его экипаж И Как видите Уже Заметил Это Космодесантник Дождался Даже Двое И снова Идут В наступление Даже Их Трое Здесь Осталось Живых Слушайте Это Начинает Приобретать Что-то Необычное Я предлагаю Понаблюдать До конца Все-таки За этим Потому что Сейчас Я думаю Только Весь Апофеоз Битвы Так Забегает Сюда Но К сожалению Я думаю Сейчас Да Его уничтожают Аха Снова Он идет В бой Настоящий Ветеран Но Что-то По количеству Знаете Выстрелов И их Интенсивности Мне кажется Что может Случиться Что-то Прискорбное Для фанатов Вархаммера 40 тысяч Он еще Встал На самую Середину Этого Поля Что-то Что-то Мне это Совсем Знаете Или Не нравится Что-то Ну В принципе Это было Ожидаемо Потому что Встать Вот так Вот На самую Середину Хотя Вы знаете Он не рванул Поэтому Имеется Возможность Что он Сейчас Снова Восстанет И будет Ну Уничтожен Скорее всего Потому что Космодесантников Осталось Несколько Штук Его Сейчас Да Взорвут Снова Открыли Огонь По всей Видимости Он Снова Подавал Какие-то Ну Что Собственно И стоило Ожидать Конечно Своим взрывом Он забрал Еще и много Других Клонов Но Тем не менее Я не думаю Что уже Против Вот этой ели Эти Эти Трое Или четверо Космодесантиков Могут что-то сделать Поэтому Я считаю Заслуженно Можно отдать Эту победу Воинам Клоном Ну а это Конец Видео Обязательно Подпишись И поставь лайк С тобой Болота Еще Увидимся Субтитры Субтитры